Добрый вечер. Вот сегодня Ирина мне рассказывала очень интересную историю, она как-то совпала с моими мыслями о том, что же сегодня именно по большому счету будет происходить и что бы хотелось, вот это происходящее, чем бы хотелось связать с самой жизнью, как бы, что передать ей. Ты рассказала про то, как в «Бремени», по-моему, да, у вас была такая посиделка с местным министром культуры. У меня, у моих друзей, коллега музыкантов, была такая возможность побыть вместе с замминистра культуры, не только в официальной обстановке, но и в неофициальной. Друзья мои были приглашены на такой прекрасный вечер посиделок, где собрались люди, которые занимаются политикой, искусством, разными делами, такие официальные лица, и собрались они со своими инструментами. Кто-то взял с собой виолон, кто-то предок виолончели, кто-то взял с собой гамбу, кто-то взял лютню. Вот, усели они кругом и стали играть. Сыграли несколько пьес, композиций, поменялись инструментами, сыграли еще, поиграли еще какое-то время, снова поменялись. И друзья мои были со своими коллегами из немецких консерваторий, не помню, в каком городе, но, наверное, в каждом городе немецком есть консерватория. И они были удивлены именно уровнем музыкальности этих людей, которые не считают себя профессионалами, просто очень любят по вечерам, когда у них есть свободное время, играть эту музыку. Я хочу сказать о том, что эта традиция была и у нас. Она была, правда, по-своему среди дворян, по-своему среди крестьян. То есть люди собирались вечерами, просто друг другу играли. Или играли друг с другом. Собственно говоря, существует и вот это вот. Это в каком-то смысле музыка досуга. Литовского. То есть музыка для... Для воздуха. Да, нам кажется, что фольклор, во всяком случае, ну вот мне это всегда казалось, что это как бы песня, которая сопровождает человека в деле, в пути, за работой, значит, колыбельный деткам качаясь, знаешь, вот что постоянно, вот оно как-то, чтобы, вот такая, в помощь. Вот. И, в принципе, к этой идее, жизнь у крестьянина такая была, что добрался до кровати и упал. Но все-таки были какие-то моменты, наверное, когда на заваленке на балалайке, да, когда собирались на вечерки девицы, барни, уже молодые, немолодые, детские, тоже музыкальные игры всякие. Потому что, ну, в общем-то, никаких, естественно, интернетов и пластинок не было. Люди развлекали себя сами. Собственно говоря, то, что сегодня будет происходить, это вот там вот то самое, да, когда мы просто собрались для того, чтобы друг другу что-то спеть, друг другом спеть, услышать друг друга. Это вот на таком, как бы, на внешнем уровне, на самом ближнем плане. И это очень важная вещь, потому что вообще вот этим важно делиться. То есть иногда надо выключать все и оставаться просто, ну, люди пишут стихи, люди просто читают какие-то книги. Кто-то умеет слушать, кто-то умеет рассказывать. Это все, как бы, необходимо, и еще, как бы, все прочее, необходимо вспомнить, что мы друг для друга значим, помимо того, что происходит, да. Телевизор, понятно, да, и по большому счету, где-то там, как нам кажется, где лучше, чем у нас, или там хуже, но неважно. Где нас в данный момент нет. Вот это здесь и сейчас. И, ну, вот, мне кажется, что если бы это на уровне министров культуры, замминистров культуры просто происходило, естественно, это было бы и во всей стране, мне кажется, по большому счету. Потому что, по большому счету, все министры, все мы заняты ерундуем. Все, что мы называем там делом, зарабатываем деньгами, это все важно. Но не так важно, как посидеть вместе, послушать песню или вместе сыграть. Это самое важное для жизни здесь, для Бога, я не знаю, для друга. Вот это самое важное, это та самая любовь и земная, и небесная, которая и не ищет своего, и вместе с тем вот как раз находит то свое, что рядом происходит. Вот, собственно говоря, думаю, что вот это по большому счету. И, кроме всего прочего, мы с Ирой, ну, в нашем лице, так сказать, наконец, встречается то, что у нас параллельно течет в нашей песенной культуре, фольклоре авторская песня. Ну, вы услышите сами, что насколько по-разному мы, так сказать, поем, звучим. И мы, тем не менее, несмотря на это, да, и именно из-за какой-то человеческой симпатии, мы пытаемся петь вместе, слышать друг друга, слушать. И хотелось бы, чтобы наш пример был для всех наших старших товарищей, мэтров. Ну, доразительно, да, да. Будем надеяться, будем потихонечку этой доброй энергией заражать, насколько это возможно. Ну, и вот, собственно, сегодня вот все вот в сфере песни. В основном это народные песни, кое-что вот авторское. Ну, в общем, собственно, это вот все не важно, потому что просто будут песни, будут огромное количество инструментов. Для того, чтобы мы больше степени будем петь, я сейчас все скажу, что надо. А дальше дадим слово звуку, голосу, слову и песне. Начнем с привычного, с гитары. Первая кисточка. Первая кисточка. Первая кисточка. Первая кисточку. Песня. Голубий летел сизый с оголубицею, Шел удалый молодец с красной девицею. Шел удалый молодец с красной девицею, Что не сизенькой голубчик добрый молодец ее, Что не сизая голубка красноделеца душа, Что не сизая голубка красноделеца душа. Позади иду, товарищи, высматриваю, Что и высматриваю, надо выговариваю. Что и высматриваю, надо выговариваю. Какая голубица у голубя пожила, Если бы эта красноделеца за мною пожила, Если бы эта красноделеца за мною пожила, Кладу голубя на руку, не тешится, Переложу на другую, не властится, Переложу на другую, не властится, И зашел голубь домой, да, полетай, голубь, домой, Полетай, голубь, домой, да, к голубушке своей. Полетай, голубь, домой, да, к голубушке своей. Голубушка сваргава Сизый с оголубицей Шел удалый молодец Да с красной девицей Шел удалый молодец Да с красной девицей Шел удалый молодец Шел удалый молодец Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АИванка ходит, бродит, аИванка ходит, бродит чужою, чужою бежу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как у заветного столба, да нету счастья никогда Как у заветного столба, да нету счастья никогда О, либо ветер, либо дождь, либо милку долго ждешь А я иду, 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 собаки лают на беду Чего вы доры лаете, ведь вы ж меня не знаете А я куплю себе ботинки, да на резиновом ходу Ах, пожалуйста, какая-то сбушка, в ней внучка с бабушкой живет Ах, и вредная скоруха, а внучке ходу не дает Ах, да, а я куплю себе ботинки, да на резиновом ходу А чтобы бабушка не слышала походу тейку мою А вот тут вот, а я иду, иду, иду Собаки лают на беду опять Чего вы доры лаете, ведь вы ж меня не знаете Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Чем одному идти домой, да лучше в омут головой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воспокойся. Сколько на лесу листов, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько в лесу звери, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько на земле травы, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько на земле травы, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько на голове волосов, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. 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 Сколько на горе теску, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько во мне грехов, Сколько во мне грехов, Увелись в душе, Столько во мне грехов, Увелись в душе, Воспокойся. Сколько во мне грехов, tacos, Сколько не взялась, сколько не взялась, сколько не взялась. В принципе, такое возможно только в Москве, потому что вряд ли мы сможем все это богатство с собой где-то возить. Еще половину дома осталось. Самая маленькая просто. Больше половины осталось. Больше половины арфа, я бы сказала, осталось. Вижу, просто две арфа побольше. Судьбе весенне. Покусало солнце, тихо на ушке. Покусало солнце, тихо на ушке. Покусало солнце, тихо на ушке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok